Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я вот-вот окончу вуз и пойду работать. В конце мая задумала устроить себе отпуск и улететь на несколько дней в Москву. Уже все распланировала и жила в предвкушении на новости последних дней. Оставляет мне нервность и сомневаться в своем решении. Как быть? Я очень хочу отдохнуть. Понимаю, что если не поеду сейчас, то получится минимум через год. Но вместе с тем страшно. Ну, определенных новостей. Пожалуйста, развейте мои сомнения или убедитесь, что я все делаю правильно. Я между двух огней. Синяки под глазами уговаривают отключить голову и лететь на выдых, а жирбичок внутри меня просит этого не делать. Человек пишет, что легко расслабляется в шумной яркой Москве. Я очень ее любит, частенько туда ездил, но в этом году на фоне новостей как-то тревожит. То, что вы пишете, развейте мои сомнения или убедитесь, что я делаю правильно. Нет, аноним, психологи этим заниматься не будут, по крайней мере, с моей точки зрения. Это было бы нарушением профессиональной этики, потому что ваша жизнь – это ваша жизнь. В прямом смысле этого слова. И... На мой взгляд, было бы неправильно распоряжаться вашей жизнью вот таким образом. То бишь, убеждать вас или развеивать ваши сомнения. Вот. На мой взгляд, это было бы неправильно. Дело в том, что я прекрасно понимаю как ваше желание отдохнуть, так и вашу определенную, скажем так, тревогу по поводу тех событий, о которых вы говорите. И если честно, в первую очередь, мне как-то показалось, что... Вам как будто бы, знаете, не с кем обсудить этот вопрос. Мне показалось, что вам не с кем, не знаю, поговорить об этом, что ли. Вот такое у меня сложилось впечатление относительно вашей истории и вашей ситуации. Естественно, я могу ошибаться и быть неправ, но вот то, что я увидел сейчас, да, это то, что просто вам не с кем поговорить и не с кем, скажем так, поделиться тем, что вас беспокоит. В принципе, на мой взгляд, ну, абсолютно нормальные вещи, абсолютно естественные вещи, абсолютно адекватные вещи, я бы сказал, в текущей ситуации. Вот. То есть, ничего такого ординарного здесь, конечно же, нет. Я думаю, что в первую очередь вам необходимо в своей репрезентации, скажем так, дойти до некоторой сути. То есть, если я хочу отдохнуть, да, вот вы хотите отдохнуть, то хочу ли я отдыхать где-то в конкретном месте, например, или я просто хочу отдохнуть. Это разные вещи и, на мой взгляд, по крайней мере, это вещи, это разные вещи. И, в первую очередь, задаться мне этим вопросом. Если я хочу отдохнуть где-то, я просто хочу отдохнуть, потому что я устал, устала, да, или я хочу отдохнуть где-то в определенном месте. Вот. Если я от чего-то устала просто, то, на мой взгляд, на мой взгляд, имеет смысл здесь постараться увидеть в первую очередь, что приводит вас к усталости. А постараться увидеть, что это за усталость. Может быть, можно сделать так, чтобы уставали вы в какой-то степени меньше. Конечно, не факт, что такая возможность будет у вас, но, тем не менее. С другой стороны, вы боитесь. С другой стороны, вы боитесь. И в этом смысле вас тоже можно прекрасно понять. Прекрасно можно понять ваши опасения и так далее. Но давайте подумаем. А чего вы боитесь? Боитесь вы умереть? Боитесь вы какого-то стресса? Боитесь ли вы какой-то, может быть, неопределенности, если она случится? Ну, я имею в виду каких-то событий, связанных с неопределенностью. Например, то есть у вашего страха, как мне думается, есть свои основания. И эти основания, на мой взгляд, нужно преследовать, потому что вы их пока не очень понимаете. Для себя я имею в виду, вы не очень пока их понимаете. Вы не очень, на мой взгляд, отдаете себя отчет в том, чего именно вы боитесь. После того, как вы для себя увидите, увидите, чего именно вы боитесь. Я бы, конечно, рекомендовал вам изучить информацию, потому что вы приводите некоторые аспекты. Вы говорите о некоторых вещах. Достаточно эти вещи являются, на мой взгляд, такими узкофакторными. То есть имеется в виду, что эти вещи либо существуют. Да? То есть это действительно так, как вы думаете. Или эти вещи не существуют. То есть все не так, как вы думаете. То есть вам нужна информация здесь. Поэтому я бы рекомендовал, если вас это волнует, изучить этот вопрос. Изучить эту историю. Посмотреть, что реально на самом деле, как реально на самом деле обстоят дела. Я думаю, что если вы изучите информацию по вопросу, который вас волнует, вы получите представление о том, обоснованы ваши страхи или нет. Вот. Но в любом случае, как мне кажется, решение здесь нужно принимать вам. И если как-то выяснится, что вы хотите отдохнуть, потому что вы просто устали. Да? Да? Ну вот просто вы устали. Да? Вот просто. Просто устали. Да? А если как-то вот мы к этому придем, то на мой взгляд вы можете отдохнуть, ну в другом месте, если не получится у вас подтвердить, ну как-то опровергнуть ту информацию, о которой вы говорите. Вот. Понимается, да? То есть, вот здесь вот нужно вот так. Но решение должно быть вашим. Решение нужно принять вам. Это сто процентов. Вот. Потому что это ваша жизнь, это ваши деньги, это ваше время в конце концов. Вот. И на мой взгляд это было бы вполне себе справедливо и вполне себе честно, скажем так. Тут вопрос вызывает, ну по крайней мере вот для меня, да, вопрос вызывает то, что вы хотите отдохнуть в определенном городе. И нет, я ни в коем случае не запрещаю вам отдыхать в каком-то городе или указываю вам в каком городе вам отдыхать. Ни в коем случае, ни в коем случае этого я не делаю. Я больше про то, что вы не становитесь как бы на мой взгляд более свободны что ли, когда в своем отдыхе привязаны к конкретному месту или городу. Вот что в данном случае я пытаюсь вам собственно сказать. На мой взгляд вы себя здесь просто ограничиваете и причем, по моему мнению, делаете это совершенно неоправдно. Вот, то есть совершенно неоправдно вы ограничиваете себя этим городом, говоря о том, что вот я расслабляюсь только вот в одном каком-то городе и так далее. Естественно вы можете, ну, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такой момент, что мне там нравится. Опять же, в данном случае у вас то, что вам это нравится, как-то вот упирается в то, что вы боитесь, понимаете? То есть нравится то нравится, это хорошо, что нравится, но вы боитесь. Поэтому я думаю, что вам нужно как следует познакомиться вам с так называемым, вашим червячком, о котором вы говорите, внимательно поисследовать его, вот, спрашивать его о том, чего он, например, хочет, да, и что вообще ему важно, не важно. И вот тогда после этого, на мой взгляд, уже можно будет, конечно, говорить о том, как вам действовать дальше и в каком ключе вам двигаться. Ну, по моему мнению, по крайней мере, это работает именно так. И я думаю, что в результате вы сможете принять вот как раз то самое решение, вот, вы сможете принять как раз ту самую, ту самую позицию свою, вот, которая вам больше всего подходит, вот. И при этом, при этом, ну вот пребывая, скажем так, в, например, полной уверенности в том, что это решение ваших, приняли его вы, и, как бы, это ваш выбор. Я думаю, что получше таким образом, узнав о себе, да, получше таким образом, как-то вот, ну, поисследовав себя, да, вот, я думаю, что вы сможете свои решения, все свои решения, ну, или, по крайней мере, больше их частью принимать в сайт. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Правда, не только для тех, как мы соединились. Но, как педа держится, их невозможно за пикps . Продолжение следует...